События 1755 года Тунман передает в основном согласно Пейсонелю, очевидцу их, в качестве французского резидента в Бахчисарае. Ну что он там делал, а? Как вы думаете? Тунман. Тунман непосредственно связывает и с восточным ногаем, возможно не без оснований. Государство Малое Тартария было то одно, если было и было таковым, как дошло до нас по официальной истории. Некоторые историки говорят, что еще с 14 века часть, так сказать, местных поселенцев, ну можно их даже отнести и к монголам, и татарам по официально. Это было изгнано при великом князе Витовте и его полководцем Ольгердом. И с этого времени, мол, здесь жили литовцы и казаки. От последних земля получила название Черкасских полей. Наконец же до начала 16-го столетия их изгнали опять отсюда крымские ханы и заселили ногайскими племенами. На Днестре также поселились беглые поляки и валахи из Молдавии, но их жилища были, как потом позднее описывают, частично оставлены, частично разорены. Городов тоже было, как и на Востоке немного, упоминаю тут Балту или Балда, которую взял в 1770 году Панин, Дубасари, русские сожгли ее в 1769, ну и прочее, прочее. А также можно упомянуть, что здесь, возле местечка Яни, напротив Яни, Дуни, существовал кочебей у Черного моря неподалеку от устья Днестра. Ну, значительное торговое место, особенно в литовский период. Главные предметы торговли здесь были зерно и соль. Теперь даже и развалин его не осталось, пишет Тумман, как вспомним в 70-х годах 18 века. Считается, что это нынешняя Одесса. Ну и затем мы оказываемся от Тумана в крымской части Бессарабии или в Буджаке. Бессарабия или Буджак находится между Днестром и Дунаем, Черным морем и Молдавией. Большая ее часть, которая, собственно, называется Буджак, принадлежит со временем мирного договора 1774 года непосредственно крымскому хану. Область же Аккермана у берега Черного моря Кили и Смаила, обоих на Дунаю вместе с Бендерами находится под владычеством османов. Об этих местностях и поселениях будет далее нам говорить Тумман. И опять же, он тут нам дает частично перевернутую и традиционную историю, сочиненную немцами еще задолго до Туммана. Но он ее, естественно, охотно повторяет. О скифах, о языгах, бастарнах, о ландских народах, ну и, конечно, готских всевозможных. Как говорит, в 376 году пришли гонны, и все готы, не бежавшие за Дунай, должны были им покориться. Когда эти мировые завоеватели после смерти Атилы потеряли все другие свои владения, они еще удерживались некоторое время в этих местностях, которым они дали название Гунневар. Но в середине V века они должны были спасаться от отторжения венгров и булгар. Ну и такие вот разные басинки. Затем, конечно, появились и славяне. Хотя, как вы все знаете, надеюсь, вы не из тех, так сказать, обломных почитателей официальной историографии. Славяне тут были всегда, испокон веков. Историю, излагаемую Тунманом этих мест и пронесшихся по ним народов, вы можете прочитать и в учебниках официальной историографии. Так зачем нам тут Тунман? Был ли он первоисточником для некоторых авторов современности или вторил более ранним сочинителем? Это уже не важно. А вот от буджакских тартарах послушаем все-таки в его и в надежде хоть услышать хоть что-то оригинальное и правдоподобное. Буджаки живут разведением скота, овец и лошадей, земледелием, которые они ведут лучше, чем остальные нагайцы. Важным для пропитания служат им также разбой и добыча. Всего более страдают от них молдаване. Они грабят их деревни, отнимают скот и даже уводят жителей, которых потом продают в Константинополь под именем русских. Как видите, русский товар очень был ценен в Царьграде. Однако молдаване платят им часто той же монетой и вообще считают долгом христианина лишить тартарина жизни. Тартарин – это не значит магометанин, заметим мы в то время. Это просто человек, который исповедует, может быть, как некоторые считают, шамаистский или ламаистский, какие угодно религии. Но это человек свободный от догм, в том числе и христианства. Вообще же тартары честны, добродушны, гостеприимны и мужественны. В домашнем быту, обычаях, привычках, языке и религии они совершенно схожи с остальными нагайцами. Заметим также, что все плохие сообщения, опорочивающие буджакских тартар, так и вообще тартар, скорее всего, это вторичные источники. Когда они с какими-либо из народов, живущих в окрестностях, сталкивались, естественно, тот народ приносил потом своим собратьям по вере, а них вот именно такие негативные, можно сказать, информации давал. И это было запечатлено в книгах. Соответственно, вы знаете, брат брату, хотя относительность братства христианских народов тоже много сомнений. Но вернемся к нашим буржакским тартарам. Управляются они своими мурзами, из которых выбирают депутатов в крымские государственные собрания. Частахан назначает над ними своим наместником какого-нибудь салтана, принца крови с титулом Сироскера. Вы помните, как несчастный Шахин Герей был тут некогда, тут или в каком-то другом таргайском племени Сироскера. Частахан и сам пребывает среди них. Тогда его резиденция Каушан. Ну, описание местности, в общем-то, соответствует. И также то, что мало тут было каких-либо крупных поселений. Все небольшие деревеньки и селения, находящиеся. Естественно, вы сами понимаете, в этой бедной, несчастной, разоренной по катаклизму местности. Мы пробежали по описанным туманам поселениях, но крупных так и не увидели. Не мудрено, ведь период почти в одно столетие покрыли для нас мраком невидения и фальши. Сквозь эту толщу сжи трудно что-либо увидеть. И тем более у Гера Туммана. Но, наконец, мы приближаемся к милой нашему сердцу Кубани. И какой ее видит Гер Тумман из XVIII века? Очень любопытно. Под этим названием, пишет он, я подразумеваю, не только земли, на которых живут оседла или кочуют те ногайские таратары, татары, пишет он, которых называют как кубанцами, так и черными или малыми ногайцами, но также все области черкасцев и авхазцев, находящиеся под властью Крымского хана или переданные под его владычество. Северная граница этой значительной страны со времени заключения мира 1774 года проходит в середине между реками Чулбашем и Эйем. Недавно, где близко Эйска, но по прямой линии до истока реки Дунгузле, впадающей в Маныч. Оттуда идет восточная граница с севера на юг через горы до источников реки Кубани. Юго Кубань отделяется одним горным хребтом Кавказа от Мингрелии и подлинной Абхазии, Абаза. Но это об Абхазии. Как видите, никакой Грузии там и не пахнет. Находящейся, правда, под властью османов, но имеющей собственного князя, живущего в Аанакопии. Западные племена Абхазов у Черного моря признают владычество хана или признавали его до того места приблизительно, где река Капити впадает в это время. Запада Кубани ограничена Акавским проливом и Азовским морем. Но было бы ошибкой думать, что все народности, находящиеся здесь в большом количестве, теперь действительно подданные хана. Многие из них, в особенности юго-восточные, живут почти независимо или только в известной степени признают крымскую власть. Все забавно и интересно. Вплоть до истории она обычно и вполне в немецком духе изложена у Гео Туммана. Конечно, Тумман не все это черпает все свои информации из определенных источников. Например, от Эоганна Антона Гюльденштейнского, жившего, кстати, очень недолго, с 1945 по 1981 год, XVIII века известного натуралиста и врача, члена Российской Академии наук, так называемой, исследовал по поручению Академии многие части России, между прочим, Нижнюю Волгу, Дон, Азовское побережье, три года путешествовал по Кавказу. Преждевременно умер, как сообщается, заражившись во время эпидемии, от которой самоотверженно лечил больных. Не успел издать своих исследований. Они были изданы уже после его смерти академиком, знаменитым палацом под названием «Путешествие по Русландии» и так далее. Особенно углубленно им описан Кавказ. Правда, Кубани он не очень касался. Но таких, как путешественников, как он, было в то время достаточно у немцев. И Тунман охотно черпал там большим паломникам, скажем, эти информации. Ну вот и послушаем, как описана географически эта страна у него. Эта страна крайне разнообразна по своему строению. Берег Азовского моря с северной части низок, полон болот и мест, поросших камышом. Дальше вниз и пока Финскому проливу, как и у Черного моря, берег высок и горист. Реки этой страны, особенно Кубань, разделяются на много разветвлений и, выступая из берегов, превращают окружающие местности в болото. Внутренняя часть страны, к северу от Кубани, поскольку она принадлежит хану, представляет собой степь без лесов, но со многими холмами и небольшими горами, большую частью песчаными. Кое-где встречаются болота, соляные озера и трясины, поросшие камышом. Почва покрыта обыкновенной степной травой, но производит также много прекрасных, полезных растений. Полоса земли у подножия Кавказа – одна из самых прекрасных и привлекательных. Богата водой, поросла различными видами деревьев и кустов, как то тополи, кипарисы, персики, айва, кизиль, сливы, шелковицы, орехи, грабы, шиповники и т.д. Соляных озер и соляных источников везде очень много особенностей. В Нижней Кубани, где находятся также и разные источники нефти. И, как видите, вот вам прямые доказательства недавней катастрофы. И соляные, и нефть, она образуется по новым, так сказать, выкладкам исследователей очень быстро. И не надо тут миллионы и сотни тысяч лет, как по старым утверждениям, не недостоверным. Но вся естественная история этой страны могла бы быть нам вполне выяснена только каким-нибудь новым, Гюльденштентом, которого мы уже упоминали. Но, как видите, большего Тунман не мог узнать о, так сказать, географических особенностях края. Естественно, и он больше знает и представляет, ну еще бы, немцы вообще много чего знают. О революциях, как он пишет, истории этой местности. Оригинально. Революция уже входит в обиход во всем. Революция не только в обществе, но и в науке. Становится любимым термином новых преобразователей. Ну, вот он и описывает эту историю, как революцию сменную. То от кемерийского, нафракийские племена и так далее. Соответственно, тут уже упоминается владычество баспарианцев, археноктидами мифическими, так сказать, лесбийцами, происходившими оттуда и поселившимися в Гермонасе, только Латамане и так далее. Тут же и приплели и Спартака, который, как был известно, только Спарток, небыто, основателем баспорской династии, царей Спартакидов, тоже весьма и весьма сочинительно-мифической. Ну, и как же без великого Митридата? А затем о Сарматах, о Сираках, о Ланах, и вплоть до Черкасских и разных других племен, как тут пишет он Сираков, уже относя к ним, а позже и Аорсов, которые, мол, пришли, и которые пришли с Востока и захватили всю территорию от Азовского моря до Волги. Этот народ, пишет Туман, и название теперь еще сохранилось в лече Черкассов. Черкасские, родственные Черкассам племена, мало-помалу, уже до 19-го года, по Рождеству Христовому, как кажется, заняли, хорошо, что он добавляет, что как кажется, но если кажется, то почему бы не записать, заняли все южные местности Укубания, именно Зихи, Ас, Аясы, Адиги, землю Синдов, Лазовы, Киркетов, Абазги, Абазы, Абхасы, земли Энинии, Охов и так далее, как видите, черкесские и абхазские племена Туман тут относят к пришельцам, а не к коренным жителям, что, в общем-то, может быть и не до конца, до сих пор выяснено, и вообще эта тема, как всякая тема, этническая и народовостевая на Кавказе, неврологическая, ее не советуют трогать, и мы тут, в данной статье, при рассмотрении книги Тумана, не будем поднимать. Затем пришли Утигуры, Угу, Уйгуры, ну, не те Уйгуры, а те, которых связывают с гуннами, и историю Туман тут описывает вплоть до Каманов, Половцев, затем Дуна Мангу Тимурхана и, естественно, Нагая, знаменитого, которые тут в этих местах пронеслись со своими ордами и задомовились, так или иначе, со временем. Они завладели и Керчью, и Крымом. Здесь же, он пишет, стало местопребыванием тогда же казацких народностей, которых, как видите, немцы с удовольствием выделяют в народности, чтобы они так своих баварцев и прочих бы выделяли. Но нет же, там уже пробивается объединительная для всех германских племен и прочих во всех областях как бы объединительная теория, что и осуществилось позже, после падения священной римской германской империи германской нации. Субтитры создавал DimaTorzok